МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Признаться, мы планировали на сегодня совсем иной сюжет. Но бывают истории, о которых просто нельзя промолчать. Они дома. Ночью Украина вернула из российского плена 215 человек. Из них 188 – это защитники Мариуполя. На воле и 5 командиров подразделений, которые обороняли завод Азовсталь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дома. Дома. Блин, господи. Лучшая земля в мире. Я ее просто. Редис, волына, пташка. Обмен стал самым большим с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Сотни других героев, на примерах которых будут расти миллионы украинских детей. Привет, привет, хлопцы. Героям слава. И говорим мы это без всяких преувеличений, ведь оборона Мариуполя – это история 300 спартанцев нашего времени. Веде нас в бей, бейцы в упавших слава. Для нас закон, мы высший тонаказ. 108 бойцов Азова, 97 бойцы других формирований – пограничники, полицейские, морпехи, нацгвардейцы и таможенники, а также 10 иностранцев, которые удерживались в плену так называемой ДНР. Просто для сравнения, деды из Брестской крепости, которых так любила воспевать пропаганда красных, сдались спустя месяц и один день. Организованная оборона Брестской крепости продолжалась до конца июня 1941 года. В июле 1941 года в крепости продолжали сопротивление воины-одиночки, последний из которых, майор Гаврилов, был пленен лишь на 32-й день войны. Российские войска Западного военного округа убегали по кустам из окруженной балаклеи спустя два дня, оставив в качестве трофеев горы, БК и техники. Нашли чуток техники, мы с Калином оставили. Да ты шо? Ой-ой-ой, нам по танку, короче. Там всем хватит по танку, посмотри. И это при том, что у них была поддержка и авиации, и артиллерии. Украинские защитники же Мариуполя три месяца бились в полном окружении. Сами. Фактически одной легкой пехотой отбивая танковые атаки и ковровые бомбардировки авиации. Слава Украине! 86 дней обороны Мариуполя. Высшее военное управление дало наказ про збережение жизни и здоровья военнослужащих гарнизону и прекращение обороны города. Причем не просто отбивая, а нанося российской армии огромный урон. Для тех, кто забыл, напомним, что при штурме Мариуполя погибло как минимум три высокопоставленных офицера армии РФ. Например, замкомандующего Черноморским флотом. В боях под Мариуполем погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан первого ранга Андрей Полий. Командир 810-й бригады морской пехоты. В боях под Мариуполем погиб командир 810-й бригады ЧФ полковник Алексей Шаров. И, конечно же, вишенка на кровавом тортике. Целый генерал-майор, командующий 150-й мотострелковой бригадой. Стала известна личность генерал-майора российской армии, о ликвидации которого сообщил полк Азов. Речь идет об Олеге Митяеве, командире 150-й мотострелковой дивизии. За публику попроще мы вообще молчим. Там счет ликвидированных россиян измеряется тысячами. И это не потому, что нам хочется. Просто приведем слова одного из лидеров боевиков «Урдло» Ходоковского, который честно признал, целые батальоны ДНР закончились еще на подступах к Мариуполю. Мы заступили на участок, когда 9-й полк пробил нам дорогу. Первый батальон полка дошел до черты Мариуполя и кончился. Дальше действовать начали мы. Остатки костяка 1-го батальона еще воевали вдоль окраины. Но на сегодня, можно сказать, выбыли и они. И, конечно, в российской уропатриотической среде от такого знатно подгорало. Просто потому, что своих вонюш такого уровня банально нет. А потому силами пропаганды из того же Азова делали кровожадных мясников. Они не то, что вы, Руси. Они вы-люди. Они вы-люди и не-люди. Они людоеды. Азов – это нацизм, Азов – это плохо. Не зря они их называют боги, спустившиеся с небес. Это вот то, во что должно превратиться все население Украины. Вот в этих азовцев. В общем, главную страшилку для российских уропатриотов. Азов – это и есть фашистский СС. Это самые настоящие нацики. Но это сатанисты. Именно через судилище над бойцами Азова в Кремле планировали прокачать линию деноцификации. Цель наша там какая? Деноцификация. А деноцификация – это что? Это наказание для нацистов. Трибуналы наказания. Уж какое наказание – это дальше правосудие разберется. Ну, просто так их отдать, чтобы они там приземлились как герои, чтобы встречал их Зеленский с вышиванками, чтобы они дальше взяли автоматы и отправились еще в какую-то другую точку. Ну, это будет для наших людей просто пощечиной. Деноцификацию Украины надо начинать с Азов. А, с Азова. Вот, вот, заметьте, это ведь на самом деле сатанинские ребята. Вот в чистом виде. И очень долго даже топовые пропагандисты, ай, как хорохорились, пиарис на этой теме. Вот, например, звезда больницы имени Кащенко. Вечные 2% дерьма. Я просто тебе разук, вырежу. Ну, не бзди! Мы тебя за мошонку будем брать. Грозно распинает в трусиках какого-то додика из ЛДПР. Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на Азовцев. Какого нахрен Медведчука? Мол, в смысле на Медведчука Азовцев менять? Да Путин никогда такого не допустит. Он же скала, глыба, рассказал, значит, так и будет. Я вообще не представляю себе, чтобы сейчас были хоть какие-то обмены вот этих Азовцев. То есть это что получается? Можно совершать преступление, можно убивать, насиловать, 8 лет терроризировать. Не менее смешно каталась по ушам доверчивой ватной публики и Маргош Симоньян. Вот ее текст, написанный несколько месяцев назад по теме возможного обмена Азова. Обмен военнопленными в данной ситуации может проходить только в формате «всех на всех». Поскольку формат «всех на Медведчука» подразумевает, что он и Медведчук нам настолько важен и ценен, что ради его благополучия мы готовы наплевать и позабыть до лучших времен про всех наших бойцов, которые сейчас в плену. Ну да, ну то теперь-то все ясно. Россия же не Украина, а там никакого кумовства нет. Чтобы Владимир Владимирович, уважаемый, опроверг известный русский исторический принцип солдата на фельдмаршала не менять и ради кума родного жесточайше оскорбил бы и унизил собственную армию. Это в украинских элитах святое дело, кто кому кум. Однако в России все-таки иная социально-политическая культура. И очень хочется уточнить, как там дела Маргарита? Снова пришлось заднюю дать? Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Как бы Тигранчик от такой регулярности не осерчал, но сейчас все же о другом. Видите ли, друзья, легендарное Сальто Делчева? Сальто Делчева первый выполнил Дел... 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 Че... Замечательно! Это просто чепуха-чепуховая на фоне кульбитов, которые вынуждены уже больше восьми лет делать кремлевские пропагандисты. Помните, например, как раздавая российские паспорта в Ордло, они повизгивали, что война на этом закончится? Ведь Украина не посмеет стрелять в граждан России в рядах боевиков. Сегодня тот случай, когда Российская Федерация становится в Донбассе стороной конфликта. Подумайте, что будет, когда каждый получит паспорт с двуглавым орлом Великой Державы? Ну и че там, не посмело? Вот то-то же. Та же история с угрозами из Сирии. Вот придет российская регулярная армия и принудит украинцев к миру. Россия вырвет военные клыки нынешней Украины раз и навсегда. Россия придется вмешаться для обеспечения безопасности наших граждан. Операция по принуждению Украины к миру. Ну че, ребятки, как успехи? Просто тут восьмой месяц полномасштабной войны пошел. А ваши же военкоры закатывают истерики и ноют. Мол, в отдельных батальонах пехоты три калеки две чумы осталось. Чувствуется острая нехватка стрелков, механиков-водителей, операторов-наводчиков, мотострелков, одним словом. Я знаю бригады, в которых осталось по 60 пехотинцев. Коллега военкор рассказывает о полке, в котором сегодня в строю только шесть штурмовиков людей, готовых идти в атаку. А таким составом не то, чтобы наступать, а и обороняться сложно. Мобилизация объявляется не от хорошей жизни. Надо признать, что для поставленных целей сегодняшней группировки недостаточно. Бои для нас перешли в оборонительную фазу, когда продвижения вперед практически нет. То есть легендарное «возьмем Киев за три дня и устроим Авдеевский котел». В Киеве, разумеется, паника. Два дня, а потом падение города. Захлопывается и котел в Авдеевке. Операция России проводится успешно, заявил генерал армии Коношенков, и вот-вот достигнет своей главной цели. Теперь ровно от этой же публики превращается в спасителем от окружения. Можно констатировать, что противник обходит Красный Лиман с двух сторон для того, чтобы взять город в клещи, и на отдельных участках добивается успеха. У наших героев есть все шансы попасть в кольцо. О чем вообще говорить, если в который раз позориться переобуваниями приходится лично Путину? Вот его мартовские песни о том, как Россия одной левой победит, и никакая мобилизация не понадобится. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Ай да Путин! Ай да человек слова! Хотя подождите, а это у нас кто такой? Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. И пропагандисты, призванные облизывать царя, обтекают. Они-то, как никто, понимают, насколько сильно и власти, и им самим приходится вилять и переобуваться. Вот почему освобождение защитников Мариуполя – это не только счастье для Украины в целом, и семьи героев в частности. Много спасибо! Мы выдержали! Слава Украине! Героям слава! Украина с нами перемога! Я знаю, что они, мы все знают вам! Давайте! Давайте! Это еще и большая политическая и идеологическая победа. Ведь когда ты годами говоришь, мол, ни за что не поменяешь Азов, а тем более, это, Медведчука, который по паспорту украинец. Медведчук является гражданином Украины. Он не имеет отношения к гражданинам, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на Азовстале, там речь идет о военных и о членах националистических формирований. Поэтому это совершенно разная, так сказать, категория лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах. А что касается Медведчука, ну это вообще смехотворно, менять Медведчука на пленных бойцов полка Азовку. А потом делаешь это, то даже самые отборные фанатики путинской шайки чувствуют себя униженными и оплеванными. Да че там долго говорить? Это читать надо. Но самое прекрасное даже не в миллионах сгоревших пятых точек по всей России. А в том, что даже напрочь упоротые уропатриоты начали потихоньку прозревать. Помните, сколько грязи и лично Путин, и пропагандисты вылили на президента Украины? Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер. Но одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то. Как это кусок? Владимир Зеленский. Это же буквы В и З. Не должны звучать, он обидится. Владимир Зеленский. Владимир Зеленский. Клоун, короче. Мол, как-как-как, клоун, кудах-так-так-так, наркоман. Короче, стандартные ватные визги. Ну, выяснилось сегодня наконец-то, и документально подтверждено, что Зеленский – наркоман. Кто-то удивлен? Лично я – нет. Но оп! И что же по факту? Зеленский обещал вытащить из плена героев Мариуполя. И сделал это. Дякую вам и всей команде за то, что вы сделали. Дякую тебе за то, что вы сделали. То есть, в отличие от кое-кого, ответил за слова. И ватная публика это видит. Более того, признает свое незавидное положение. Зеленский-то оказался человеком слова по факту, а клоуном и п***ом оказался кто-то другой. Я ва***. Хотя нет, уже давно нет. А еще они отлично понимают, что лозунг «своих не бросаем» – ставший одним из символов помойной путинской спецоперации. Ни одного человека, нашего гражданина, мы никогда не бросим в беде. Мы своих не бросаем. И это сейчас видят люди и в Донбассе, и в других регионах. Вот-вот правда мы не бросаем там своих в беде? Это про Украину, но никак не про путинский рейх. Мы, наш президент, своих вытаскиваем любой ценой. Вытаскиваем не только украинцев, но и иностранцев, которых кровожадные скрипоносцы обещали убить. Среди освобожденных также пятеро британцев и марокканец, в том числе публично приговоренных к смертной казни – Брагим Саадун, Шон Пиннер и Эйден Эслин. Мы просто хотим сообщить всем, что мы больше не в опасности, и мы на пути домой к нашим семьям. Россия же на своих попавших в беду, Ванюш, плевать хотела с высокой горки. Кума Путина в первую очередь из плена вытягивают. А воевавшие мобики из ДНР или ЛНР могут и подождать. А жены их и дальше будут Путину жалостливые письма строчить и включения в списки на обмен запрашивать. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жены военнослужащих Луганской народной милиции, находящихся в плену на Украине. Просим вас о помощи и содействии в обмене наших мужей. Некоторые из них уже находятся в плену 5 месяцев, морально истощены. Надежды на наше правительство у нас уже нет. Везде писали, везде отписки внесен. По итогу обмен в списках наших ребят нет. Пока Путин с Медведчуком в бункере, коньячок будут пить. Хотя лично нам все же очень хотелось бы, чтобы всех этих козырных балабулов ну типа Киева, Медведчука, Януковича-младшего. Все прекрасно понимают, я вам говорю, как этнический украинец, о том, что в действительности у Украины не было будущего. Эта страна умирала и несла угрозу, угрозу своему населению. А еще коте долгового или крикуна кота взяли и мобилизовали. Сказал же Путин, что за родину воевать надо. А Милонов добавил, не воюешь, не мужик. На сегодняшний день для любого мужчины появляется, я говорю, свое личное ощущение. Возможность доказать, что ты мужчина, что ты русский мужик. Если ты хочешь претендовать на роль настоящего русского человека, то тебе дал президент такой шанс. А потому ждем соответствующих решений от всех разжигателей из числа чиновников и пропагандистов. Пусть Скобеева, например, муженька своего на фронт собирает. Это наши земли. Наши земли станут нашими снова. Вот и все. Хотели Платстарм? Хотели Антироссию? Ну а что, пора подавать пример? На что-то нам показывать, что ничего подобного не будет. Ведь вся путинская система построена на том, что угрожают одни, а едут домой в пакетах совсем другие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok